В эфире новости в студии Анна Чугнова. Здравствуйте! Говорим о главном к этому часу. Делегация Владимирской области принимает участие в Петербургском экономическом форуме. На нем запланировано заключение нескольких соглашений. Сегодня глава региона Александр Авдеев подписал документ о сотрудничестве со структурами Сбербанка России. Речь идет о совместной работе по реализации проектов цифровизации социальных сервисов для жителей Владимирской области. Кроме того, соглашение подписано с компанией Сбербанк Лизинг. Мы подписали как раз лизинговые компании, которые задействованы в том, чтобы предоставлять лучшие лизинговые услуги для тех компаний, которые занимаются переоснащением и технологического оборудования, транспорта и так далее. Поэтому уверен, что большое количество проектов будет задействовано при реализации наших совместных соглашений. Также Александр Авдеев подписал соглашение с РЖД и логистической группой «Адмирал». Целью проекта является привлечение дополнительных объемов грузов, улучшение транспортной доступности, а также создание благоприятных условий для развития промышленного потенциала Владимирской области. Жители микрорайона Мосина областного центра выступили в защиту своего населенного пункта. Люди бастуют против строительства бетонного завода. Сегодня с жителями Мосина встретились глава Суздальского района Алексей Сараев и глава города Владимира Дмитрий Наумов. Вдоль дороги десятки машин. Люди отпросились с работы, чтобы узнать о судьбе их населенного пункта. Жители против строительства завода. Они переехали сюда специально, чтобы жить подальше от городских магистралей и промзоны. Я продала дом, я продала дачу, значит, и здесь я уже 4 года. Когда узнали, они в чате писали только одно слово. Я в шоке. Все. Я говорю, потому что перечеркнули все. И здоровье людей, и их деньги. На участок рядом с Мосиной уже завезли стройматериалы. Арендатор Владимирский завод инновационных материалов. Именно эта компания намерена построить предприятие. Ее директор тоже сегодня приехал навстречу с жителями. Сейчас вместе с главами муниципалитетов он должен принять решение, что делать с проектом, в который вложены деньги. Уже затрачены серьезные инвестиции в геологу, разведку. А голова-то где была? В геодезическую съемку. Соответственно, разработан проект планировки, разработан проект санитарно-защитной зоны. Какую оценку действия компании дала областная прокуратура? И возможно ли остановить процесс строительства? Подробности смотрите в выпуске, который выйдет в 19 часов. И к другим темам. На озере в Гусь-Хрустальном появятся плавающие светомузыкальные фонтаны. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Алексей Соколов. Фонтаны планируют установить по специальной программе, когда расходы на работы поровну несут бюджет Владимирской области и жители, либо бизнес муниципалитета. Мэр Гусь-Хрустального подчеркнула, что таким образом планируется привлечь внимание к очистке русла реки Гусь и благоустройству городской набережной. Сколько денег потребуется на монтаж фонтанов и когда начнутся работы, Алексей Соколов не уточнил. Безопасна ли вода из водоматов? Этим вопросом задаются владимирцы. Люди стали замечать желтизну и запах хлорки. Проверить качество воды после жалоб жителей выехал независимый эксперт. А вместе с ним и наша съемочная группа. Все подробности прямо сейчас. Алексей Макеев наливает воду в одном из водоматов города. ЖКХ-инспектор решил проверить ее качество после жалоб от жителей. В рамках рейда были собраны пробы в нескольких точках. Места для исследований выбирались случайным образом, чтобы добиться честного результата. Стало тепло, люди начали употреблять очень много воды и соответственно мы решили выехать с рейдом и проверить качество воды, какое оно есть по факту. Но основные вопросы были именно, чтобы рассказали людям о законности установки и всего остального и как проверяется эта вода. Запах хлорки и желтизну стали замечать местные жители. Они недовольны качеством воды из некоторых водоматов и считают, что она может быть небезопасна. Хотелось бы, чтобы в них меняли фильтры, привозили еще более чистую воду и было все намного лучше. Это не вода. Это просто ее пропускают через фильтр. А фильтр еще надо почистить. А лишний раз поленится. Нет, я ту не беру. Я один раз взяла, сказала, не, мне не надо. Еще один вопрос – законность установки. В ходе рейда было выявлено как минимум пять водоматов, которые не имеют разрешения на установку. Но главное внимание при проверке именно качеству. Все образцы пройдут тестирование в санитарно-эпидемиологической службе. Вот такие стерильные бутылочки. Это медицинские стерильные бутылки. Здесь мы будем проверять с вами бактерии. Прямо на месте Алексей провел анализ на минерализацию. Процесс простой. В стакан набирается жидкость и опускается экспресс-тест. Первым испытуемым стал водомат, где продается фильтрованная вода. Минерализация на этом автомате показывает 26 единиц. Минимальная минерализация должна быть от 50. Все, что меньше 50 – это мертвая вода. А сюда воду привозят из родников. Быстрая проверка – на отлично. Показатели на приборе достигли 200 единиц. Водитель-заправщик водомата наблюдал за процессом. Мужчина уверяет, за 8 лет, пока он развозит воду, ни разу не усомнился в ее качестве. Некоторые думают, что здесь вообще ничего не моется, как раньше в квасных ларьках. Потому что лягушки плавают. А у нас как бы мы каждые три дня емкость промываем. Ларьки каждый месяц у нас обязательно моются. И воду на анализ задаем с ларьков. Полученные пробы отвезли в санитарно-эпидемиологическую службу. Для независимости эксперимента образцы закодировали. Поэтому лаборанты не узнают, откуда они. Результаты проверки огласят на следующей неделе. Если отклонение от нормы будет выявлено, то исследование передадут в Роспотребнадзор, где примут дальнейшее решение. Алексей Дудин, Марина Елькина, Роман Степанов. Сегодня свой профессиональный праздник отмечает Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России. В Владимирской области безопасность на воде обеспечивают 24 инспектора. Они регистрируют и проводят осмотр судов, принимают экзамены по управлению, а также контролируют пляжи, переправы и другие места отдыха людей. Нередко инспекторам приходится проводить задержания нарушителей на воде. Одну из таких ситуаций сегодня продемонстрировали на Содышке. Совместно с водолазной службой специализированной пожарной части мы осуществляли тренировку по спасанию терпящих бедствия человека, по задержанию нарушителя. Совместно ее провели. Они свою работу провели, мы провели свою работу. И взаимодействие для того, чтобы оно осуществлялось нормально, периодически нужно тренироваться. По легенде, при патрулировании инспекторы выявили, что водитель гидроцикла превысил скорость, а его пассажир был без спасательного жилета и оказался в воде. Нарушителя остановили, а тонущего человека спасли. Отсутствие спасательных жилетов – основное нарушение в регионе, говорят инспекторы. Вода – это тоже повышенная опасность и всегда должно следить за этим. Самое главное – это безопасность людей на водных объектах. Каждый день, когда мы патрулируем или работаем, если к нам обращаются люди, по мере возможности мы оказываем помощь. А накануне во Владимире на станции переливания крови отметили Всемирный день донора. Активисты проекта «Протяни руку жизни» устроили праздник медикам и всем, кто пришел на донацию. Ведь признание заслуживают не только доноры со стажем или врачи, но даже те, кто впервые в жизни сдает кровь. Все подробности в нашем материале. В день донора на станции переливания крови традиционно особые гости. Сюда приходят не только неравнодушные жители города, но и представители власти. Заместителю председателя областного парламента Роману Кавинову быть донором не впервой. Дебют состоялся еще в студенчестве. После долгого перерыва несколько лет назад он возобновил донорскую практику. Это очень здорово. У меня где-то есть кровный брат, который живет сейчас, возможно, благодаря моей крови. Это очень ярко, эмоционально было. Я в эйфории дня два, наверное, в легкой такой ходил. Не только от того, что сдал кровь, а именно от осознания этого момента. Это дорогого стоит на самом деле. Я искренне желаю, чтобы каждый донор раз в жизни хотя бы такое прочувствовал. В Международный день донора общественники решили устроить настоящий праздник для всех причастных. Поздравить не только заслуженных доноров, а поблагодарить каждого, кто в этот день пришел на станцию переливания крови. Стать донором можно, совершив любое доброе дело, говорят организаторы. Допустим, вы перевели бабушку через дорогу, и в этот момент вы стали донором, потому что вы ей подарили свое время. Вы ей подарили частичку своей доброты. Понимаете, что быть донором – это крайне просто. Это крайне хорошо. Протянуть руку помощи может каждый. Врачи напоминают, прежде чем сдать кровь будущим донорам, нужно соблюдать особую диету. Накануне из рациона исключить масло, жареную пищу, любые молочные продукты, а также алкоголь. После процедуры медики советуют пациентам отдохнуть. Желательно физической нагрузкой не заниматься. То есть исключить спортзалы, поднятие тяжести. А так все как обычно. Кому-то, если первый раз, то лучше, конечно, отдохнуть. Полежать на работу, не ходить, потому что день дается. Ну, не зря. То есть он дается отдохнуть. В конце праздника волонтеры проекта подарили всем пришедшим подарки. Аня Зорина убеждена, сдавать кровь нужно точно не из-за денег. Это должно идти от сердца. Нужно людям помогать делать это не за деньги, а просто потому, что ты хочешь помочь. Для популяризации донорства организаторы проекта «Протяни руку жизни» проводят лекции. За последний год их прослушали уже более 2000 школьников и 800 студентов Владимирой области. Донором можно стать с 18 лет. На сегодняшний день неравнодушных жителей области около 8000 человек. Ольга Эльфимова, Ксения Садова, Евгения Адамов. Муромские волонтеры спасли собаку, которая увязла в болоте из мазута. Эту историю они поделили в социальных сетях. О животным волонтерам сообщили прохожие, и те поспешили на помощь. Над поверхностью огромной лужи было заметно лишь легкое шевеление. Собака почти полностью увязла. Был виден только ее нос. На спасение ушло около двух часов. В ход шли подручные средства, доски, деревянные поддоны. Вечером волонтеры отвезли собаку в клинику, там собаку отмыли и поставили ей капельницу.